С 8 по 10 апреля 2016 года в уже по-настоящему весеннем и солнечном городе Краснодаре прошел 11-й мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016. Кубанский государственный университет на своем стадионе принимал команды из Тамбова, Казани и Санкт-Петербурга. В течение трех соревновательных дней за очки боролись хозяевами турнира и студенты Тамбовского государственного университета имени Державина, Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева и Санкт-Петербургского государственного университета. Почетными гостями на открытии турнира стали президент национальной студенческой футбольной лиги Андрей Николаевич Стукалов, советник главы администрации губернатора Краснодарского края, председатель Краснодарской краевой федерации футбола Иван Александрович Перонко, заместитель генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» Алексей Федорович Ермаков и ректор Кубанского государственного университета Михаил Борисович Остапов. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники соревнований, гости. Сегодня действительно большой футбольный день и целых даже три дня, которые ждут нас здесь, на стадионе Кубанского государственного университета. Мне очень хочется, чтобы наши гости из ведущего вуза страны Санкт-Петербургского государственного университета, команда, наш вечный соперник Казанского авиационного института национального университета, ребята из Тамбова, которые второй год подряд приезжают и играют в Краснодар, чтобы дни, проведенные в Краснодаре, им запомнились и здесь, на футбольном поле, и они получили новые впечатления, представления о городе. Студенческий футбол действительно движется вперед. И я жду того момента, когда наши ребята из наших команд, всех 16 команд, смогут выступать не только на уровне студенческих соревнований, но и станут основными игроками команды премьер-лиги. И кто знает, нынче год 16-й, скоро год 18-й, может быть, на чемпионате мира, который впервые пройдет в нашей стране, будет представитель национальной студенческой футбольной лиги. По крайней мере, я от души этого желаю. Всем больших побед и хороших впечатлений. Приятным сюрпризом стало участие в церемонии чемпиона и обладателя Кубка России в составе Казанского Рубина, а ныне игрока ФК Краснодар Виталия Калешина. Краснодарский мини-турнир сюрпризов не принес. Уверенные победы одержали хозяева, причем соперникам они забили 10 безответных мячей. В последний игровой день им предстояла встреча с командой из Казани, которая одержала победы в двух предыдущих встречах только с большим трудом, чем кубанцы. В свою очередь, коллективы из Тамбова и Санкт-Петербурга свои выступления на этом турнире закончили с двумя поражениями. Таким образом, по итогам мини-турнира Куб ГУ из города Краснодар набрал 9 очков и вырвался на первую строчку в общей турнирной таблице НСФЛ. В их активе 31 балл. Команда КАИ из города Казань с юга страны увезла 6 очков и расположилась на четвертой строчке в их активе 17 очков. ТГУ из города Тамбов потерял свою позицию в пятерке лидеров и оказался на шестом месте, у них 15 очков, а СПБ ГУ из города Санкт-Петербург по-прежнему на пятнадцатой строчке, в их активе 6 очков. КОНЕЦ